За Дину Гарипову и Эльмиру Калимулину не болел, пожалуй, лишь ленивый. Последние мгновения уходящего года принесли немало волнений не только участникам. 29 декабря была поставлена точка в увлекательном певческом марафоне. Сегодня Рустам Мениханов принял в Кремле финалисток проекта, их родителей и наставников. То, что произошло в Москве, это естественная закономерность, считает президент Татарстана. Мы переживали, болели. То, что вы сделали, это подвиг. Подвиг – это большой путь, который вы прошли. И психологически надо было быть готовым. Умор за ябик, тысь башеноска и... Таска не прощается, вертится земля... Победительница «Голоса» Дина Гарипова свои первые шаги начинала еще с эстрадного фестиваля «Созвездия Юлдызлык». В 2001 году она была обладательницей первого места, найденный в архиве клип первой телевизионной причастий будущей победительницы «Голоса». Я впервые нахожусь в Кремле, и вот сейчас при такой торжественной обстановке, при получении звания, это огромная честь и, наверное, некий аванс, потому что теперь большая ответственность на нас лежит, чтобы доказать это звание. Мы даже не знаем, насколько важно для самого Татарстана и для нас самих представлять на Всероссийском международном конкурсе нашу республику и тем более выйти в финал. Поблагодарив Дину Гарипову и Эльмиру Калимулину, родителей и наставников, президент Татарстана отметил, что девушки показали новый уровень мастерства в масштабах всей России. Сегодня не хватает вот такой открытости, когда экраны занят там 10-15 человек, они не пускают никого. И вот этот проект, он раскрыл огромное количество талантов. В завершении встречи Рустам Мениханов вручил Дине и Эльмире документы о присвоении званий заслуженных артисток Татарстана и сертификаты на получение жилья по месту прописки, а также пообещал дальнейшую помощь в развитии потенциала ярким представительницам нашего времени. Дмитрий Пивоваров, телеканал «Эфир». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова